всем большой привет я рад приветствовать вас на своем канале и сегодня друзья хочу сделать опять макарон на итальянской меренге и у меня будет с небольшой загадкой и если интересно то в самом конце видео расскажу в чем загадка ну а нам потребуется миндальная мука и сахарная пудра она у меня здесь уже просеянная три раза скажу сахар вода соль и лимонная кислота и 2 белка которые взбиваются и которые на марципан и он у меня тут окрашены цвет у меня тут уже открыто идет вот мятно мятный это торта мастер микси и линейка красители в первый раз просто посмотрю как он будет и как всегда белки комнатной температуры должны быть подавляется еще такой термометр щуповой пирометр это чтобы потом измерять температуру меренги и обязательно лопатка с усилением чтобы замешивать марципан так все поехали делать что друзья расскажу вкратце все мои действия потом будет миксер включен и индукция и не будет слышно то есть сложно будет комментировать поэтому сейчас все расскажу и дальше просто наблюдайте сейчас сюда я добавляю белок для меренги и сразу соль и лимонная кислота а здесь у меня уже в кувшике вода добавляю сахар для сиропа и буду варить то есть как у меня здесь будет 110 градусов я включаю белки взбиваться на моем при 110 градусах взбиваю то есть нам нужно чтобы белок из жидкого состояния перевелось в пенное состояние но не сильно чтобы у вас прям хлопьями не летал это белковая пена поэтому у меня вот 110 градусов как заваривается и начинает взбивать мы тут тоже зависит от мощности миксера как доходит до 118 118 градусов все выключаю и тонко струйка по краю чаши заливаю сироп в белки и в этот же момент когда он начинает взбиваться я буду замешивать уже сам марципан тоже нужно прям хорошо с усилением полностью размешать и буду пирометром смотреть температуру пилка меренги и взбиваем до 31 32 градусов и если когда будете замешивать марципан и смотрите если у вас все хорошо собирается в плотной шар той то значит у вас хорошая миндальная мука если он вас так и остается размазанный по всему чаши значит у вас либо жирная мука либо идет сырая мука поэтому считайте что если вот она вас просто размажется ну тут мало вероятно что вас получится хорошие крышечки так что все друзья рассказала теперь просто наблюдайте за действиями все друзья 32 градуса и вот про которое я говорил видите прям шар собрался значит хорошая мука такой хвостик как бы и мягкие но в тот же момент видите как хорошо держится пики тут еще нужно полностью очистить венчик вот рубилку потому что тут каждый грамм почти важен теперь берем одну треть такого и прям хорошо хорошо вымешиваем как бы облегчая нашу марципановую массу и друзья забыл вначале сказать у нас сегодня будет макарон без сушки все на вот этом этапе вот как раз и надо прям хорошо вымешать и теперь оставшиеся белки и тут уже нужно будет уже поаккуратнее все друзья тесто готово наш теперь перекладываем мешок ну и все друзья теперь осталось только отсадка и когда мне спрашивали сколько выходит готовых вот у меня здесь диаметр идет 4 сантиметра и по вот этому рецепту сколько у меня есть получается но готовых где-то 25-26 штук так что у меня по вот этому рецепту рассчитывайте в среднем 25 штук точно вам будет теперь отсаживайте немножко отобьем чтобы выровнять верхушки все друзья теперь как я и сказал он у нас будет без сушки то есть у нас просто 15 минут вот так постоит чтобы после вот этих всех наших манипуляций когда с тестом все нормально отошло как бы шоковое состояние все компоненты объединились это сахарная пудра сама меренга это все 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 и все достаточно 15 минут и и отправляем в духовку ну понятно что заранее разогретая у меня это 150 тут уже в зависимости от духовки и готовность как всегда по движению самих крышечек так что все теперь отправляю отдохнуть как я сказал 15 минут и в помещении смотрите чтобы не было жарко где-то оптимально 18-20 градусов все встретимся уже когда выпечется и покажу какой-то внутренний мир ну что друзья первая партия у меня готова сейчас я буду от тифона снимать вот так вот это выглядит некоторых донышках видите у меня вот такие вот это тефлона надо менять все никак не соберусь а так в принципе эти глянцевый тут блестит вот такие юбочки такая крышка ну донышка так и сказал как они есть вот еще один юбочка просто не сильно отступил осталось немножко но но видите какой блеск идет вот самой крышки такой вот тут уже и сейчас покажу какой он внутри ну видите вот тут вот тут внутренний мир так что друзья одна партия мне готовится так же как сказал что что вот сейчас переверну вот так крышечки пусть они у меня покрасивее будут что это у меня идут они без ушки 15 минут просто постояли маленько внутренние компоненты объединились так сказать отдохнуло и все и готовить и и вот самое то что я говорил что у меня с небольшим секретом а секрет в том что белок тут не живой белок а тут полностью шел альбумин то есть это у меня не на живом белке а на альбумине вот так что если вы белков боитесь сармонеллы вот то есть на альбумине без проблем вы сами видели какой внутренний мир и какие сейчас я видите то есть разницы никакой ну и плюс тут получается идет экономия потому что то ли вы белки будете отделять и не знаете куда деть желтки то ли здесь и граммовка тоже самая то есть сколько вам нужно столько вы и отмеряете и пропорции если кто-то не знает альбумина с водой одна часть на 8 частей то есть 1 грамм альбумина разводится на 8 граммов воды и вода не больше 35 градусов так что друзья вот моя горочка кучка макарон на можно теперь сказать на альбумине а вторая порция мне выпекать как я говорил что эта порция получается в среднем уже собранных в половинке 25-26 макарон так что друзья если еще не подписаны подписывайтесь на канал у меня тут чистенько будут такие интересные видео выходи в принципе не сложные так что подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео я желаю вам хорошего дня новых творческих побед и до новых встреч всем пока